здравствуйте с вами самит алиев история дама смешливая любит смеяться любит пошутить клио все-таки и иногда она заставляет плакать знаете такое случается чаще чем хотелось бы ну вот и сейчас после бегства варданяна слышен громкий плач всхлипы и угрозы соседушек видны даже заломленные руки они озвучивают разные версии от никуда он не уезжал до какое вам до этого дело вплоть до это ваши экологи довели человека ему потребовалась срочная госпитализация ну во-первых он все-таки уехал причем так что никому не пожелаешь не на личном автомобиле и даже не в кабине грузовика в кузове под кучей старой одежды нет конечно он будет оправдываться и перед покровителями и перед тем что называется международной общественностью но в конце концов придется признаться как для всех будет лучше для всех лучше а кому-то может быть станет стыдно зачем ты туда забрался не забирал потому что наша земля наши правила а в-третьих никого наши экологи не доводили они даже не начинали есть уж совсем на чистоту что до варданяна до его роли и значимости в истории вообще знаете люди вроде него просто обслуживают чужие интересы им на время дают повертеть чужие деньги поддержать в руках помните здесь председателя фунта большие люди обделывают свои дела а на виду только здесь председатель в случае чего ему и отдуваться а настоящие хозяева останутся в тени их не видно они как ящерица просто отбрасывают хвост со словами нас там не было ну и добавляют как вы могли подумать балласт сбрасывают чтобы воздушный шар мог лететь дальше хозяева ничего не знали если бы я стреляла в вас мы бы сейчас с вами не разговаривали я стреляла в лошадь в истории тому есть масса примеров например гацковский чтобы товарищам было понятно ну гацковский гацковский это ну скажем так все решительно все олигархи с постсоветского пространства в сравнении с гацковским это люди очень и очень скромного достатка не бедствует конечно но все же маленький штришок когда он объявил себя банкротом на самом деле проблема была не в нем он был всего лишь гоффактором фридриха великого но фридриху нужно было свалить на кого-то свои финансовые проблемы не будет же король отдавать кому-то свои деньги часть коллекции живописи гацковского скупила екатерина вторая сейчас из этой части состоит большая половина золотого фонда эрмитажа но стало надо и гацковского слили думаю что с варданянам та же самая история не оправдал возложенного доверия не смог организовать вызов природных ресурсов из карабаха вот и пришлось посадить человека в кузов с занесением в личное дело еще одна новость армения выразила соболезнование турции в связи с землетрясением я на самом деле не знаю что об этом думать хотелось бы конечно полагать что это же с доброй воли и сигнал о готовности наладить если не добрососедские то хотя бы ну просто обычные соседские взаимоотношения понятно что как в диаспоре так и в самой армении у пашиняна огромное количество противников шовинисты в бешенстве немногочисленные здоровые силы в армении если они еще есть если они конечно остались должны внимательно посмотреть по сторонам и сделать из ситуации правильные выводы как в том старом советском анекдоте идет репетиция приветствий очередному съезду кпсс выступают самые маленькие первоклашки ну и читаю стишки а у нас сегодня кошка ладила вчела котят котята вылазли немножко и все три в пальте ухотят ну просмотровая комиссия в умилении аплодирует на следующий день генеральная репетиция те же первоклашки вроде бы тот же стишок а у нас сегодня кошка ладила вчела котят котята выросли немножко и двое в партию хотят ну глава комиссии горит так я извиняюсь но в прошлый раз котят то было трое что случилось третьим неужели а первоклашка отвечает нет дяденька все живы только утлеть его глазки пололезались не хочет он больше в партию надеюсь мораль этого анекдота понятно а теперь далее депутат отправящий партии армении окопа слонян высказался в духе что это не более чем дипломатия то есть соболезнования а после добавил что он депутат создан для того чтобы убить турка потому что хороший турок это мертвый тур другой депутат вообще прямо заявляет я буду счастлив если турецкое государство будет разрушена что ж дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые видимо палку из рук выпускать нельзя потому что глазки прорезались далеко не у всех так что господа депутаты армянского парламента а также их избиратели вы имеете все шансы в очередной раз допрыгаться до нансенского паспорта поиграть хотите ладно с вами был самит алиев специально для калиберас